Добрый день! Сегодня я вам хочу рассказать о растениях для ленивых хозяев или же для занятых людей. Это суккуленты. Суккуленты бывают пальмы, кактусы, различные каменные розы. То есть то, что выставлено перед вами, это рипсолидопсис, ампельный кактус, это разновидность кактуса и пальмы в одном виде по хиподиуму, это драцена, которая является тоже суккулентом, это хавортия, эчеверии и различные кактусы. Почему я вам сказала, что это растения для ленивых? Потому что для них неважно ни полив, ни температурный режим, ни почва, ни удобрения. То есть растения, которые радуют вас круглый год своей неприхотливостью, единственное, что нужно, хотя бы периодически заглядывать и давать хоть немножко минимум влаги. То есть это раз в месяц в зимнее время и в летнее весеннее время хотя бы раз в 10 дней. Опрыскивание не нужно, так как растения в основном своем или с мясистыми листиками и во время полива они напитывают листовую часть влагой, а потом отдают это в корневую систему. Либо же, если это тонкий лист, он не нуждается в частом опрыскивании. И прямые солнечные лучи нужны для них обязательно, так как несмотря на все неприхотливые условия, они каждый год цветут и радуют нас такими витиеватыми, красивыми, необычными цветами, которые не подарят самые изысканные цветы, за которыми мы ухаживаем круглый год и в течение всего сезона. Пересаживаются растения очень редко. То есть вы видите, что растение уже выросло из вазона, но оно вам показывает всю красоту и гармонию с этим вазоном. И пересаживайте. Как только корневая система начинает выходить из дырочек вазона внизу, это первый сигнал для пересадки. Вы можете задуматься и в течение двух-трех месяцев, еще продумывая и выбирая вазон, вы не торопитесь, пересаживайте уже это растение. Пальма немножко другое растение. То есть если кактусы можно даже объединить в один общий вазон, посадить в любую плошечку, без дренажа, без всяких специальных приспособлений для роста. Пальма же все-таки требует ухода, так как ее надземная часть со временем становится огромной. То есть это и крона, и ствол. Ее нужно пересаживать раз в 2-3 года. Почва должна быть самая обычная и полив очень-очень умеренный. Зимой раз в 15-20 дней опрыскивание раз в неделю, если очень жарко в помещении, это в зимнее время. Если в летнее время вы выносите на улицу ее или же на мансарду, либо открытый балкон, тогда можно опрыскивать и раз в недельку вносить увлажнение. Сегодня я познакомила вас с суккулентами, рассказала о их неприхотливости, о том, что любой даже маленький ребенок может начать выращивать вот такое маленькое растение. И для него будет как открытие его неприхотливость и его прекрасное цветение в весенне-летнее время. Редактор субтитров А.Семкин